Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в эфире Нетеорядная, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в убережении жизненно важных проблем и доходить правильные пути их решения. Современный человек привык делить все свои неприятности на две несвязанные между собой ситуации. Если болеешь, то это проблема только со здоровьем, а если не везет, то не хватает денег или неудачи в личной жизни и многое другое, то это житейские проблемы, а поскольку они не связаны между собой, то и решать их нужно по-разному. Так считают люди. Но вот некоторые психологи утверждают, что это не так. В современной психологии существует целое направление, которое утверждает, что все в нашей жизни взаимосвязано и позволяет найти первопричину всех наших неприятностей, будь то здоровье или житейские проблемы. Что же это за направление и как с его помощью найти причины своих неурядиц? Вот об этом наша сегодняшняя программа. И у нас в студии клинический психолог, психотерапевт, специалист по психосоматике, переводчик и автор и ведущий серии тренингов Олег Матвеев. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Очень приятно видеть студию «Однофамильца». В наших программах мы стараемся рассказать о самых разных каких-то видах, направлениях, методах и системах, которые позволяют людям справиться с теми или иными проблемами. Их очень много, они очень разные, и я знаю, что вы тоже являетесь представителем и автором собственной методики, которая представляет такой целостный взгляд на человека, и ценность этого взгляда как раз состоит в том, чтобы найти первопричину всех наших проблем, будь то здоровье или проблемы в жизни, и как-то, так сказать, исправить это всё к лучшему. Надеюсь, что мы сегодня поговорим об этом. И всё-таки вот начнём с того, что почему действительно люди, мы привыкли делить все свои проблемы на какие-то части. Насколько это правильно и насколько это неправильно? Ну, вообще говоря, я думаю, что это довольно давняя традиция. Это не то, что в современной медицине возникла идея, что надо как-то соединять всё это дело. Или в психологии. Или в психологии, да. Тут можно сказать, что в последнее время были попытки поставить это на какую-то доказательную основу, то есть увидеть, что действительно есть что-то. Хотя в быту люди часто это замечают, там всё от нервов, всё от головы, такие вот вещи. Но когда люди это проговаривают, может быть, они проговаривают на уровне теории, но насколько они реально соотносят те ситуации, которые у них в жизни происходят, и то, что с ними случается. Я замечал, что даже когда в сериалах, в художных сериалах прописывают образ героя, и вот у неё там есть какие-то ситуации, есть какие-то заболевания по сюжету, а ты смотришь со стороны и понимаешь, что ты с кого-то живого писали, потому что ситуация вполне соответствует тому диагнозу, который герои этому приписывают. А когда работаешь с живым человеком, это ещё удивительнее. Потому что действительно, когда работая с этой темой, ты накапливаешь какой-то опыт и знаешь какие-то закономерности, периодически возникают такие ситуации, когда человек тебе что-то рассказывает, и ты его спрашиваешь, а у вас вот с этим нет проблем, да? И человек вдруг говорит, а вы откуда знаете? Ну, потому что закономерность, она вполне отслеживается, да? Что если, например, человек там постоянно с кем-то ругается, злится, там что-то у него такое происходит, да, у него там проблемы с желчным пузырём, скажем, да? Вот, и человек рассказывает ситуации, где он с кем-то ругается, злится и так далее, и ты его спрашиваешь, пожалуйста, у него пузырём, он говорит, ой, да, у меня правда вот с этим проблемы. Ну, вот как-то так оно происходит. То есть происходит такое, организм – это целостная система, и когда человек на эмоциональном уровне проживает какие-то нерешённые конфликты, они, конечно же, отражаются на физическом уровне. Это вполне может каждый человек пронаблюдать. А вот ещё вопрос об осознании, да, мы тоже часто говорим в наших программах в том числе, что вот когда человек осознаёт, что с ним происходит, осознаёт свои проблемы, будь то житейские или проблемы со здоровьем, то многие проблемы решаются как-то, да, или, по крайней мере, начинают решаться. Иногда сами собой, иногда не сами собой, но тем не менее. Что такое осознание в вопросе здоровья или проблем в жизни? Что мы не осознаём? Чего мы такого главного не понимаем? Вот первый момент мы уже проговорили, да, что это некая связка между реальными ситуациями, которые происходят на объективном уровне, которые со мной случаются в отношениях и так далее, и тем, что происходит в моём теле. Очень часто, когда человек эту связку видит, ему уже становится легче, потому что уходит вот этот вот такой страх, да, что болезнь – это нечто непонятное, приходящее непонятно откуда, там, потому что возраст, потому что, я не знаю, там, экология, потому что ещё что-то, потому что в той же экологии, в том же возрасте есть много других людей, и у них нет этих диагнозов, они себе живут счастливо, да, болеют чего-нибудь другим. Вот, и когда человек эту связку видит, действительно его уже облегчение наступает. Вот, и с другой стороны, часто бывают такие ситуации, когда, работая с человеком, ты понимаешь, что вот есть у него в жизни какое-то обстоятельство, есть у него в жизни какое-то там, ну, недомогание или диагноз какой-то, да, и когда он видит эту связку, он понимает, что вот это нужно как-то уладить, да, как-то с этим справиться и посмотреть, что тогда будет с телом. И очень люди удивляются почему-то каждый раз, да, когда они здесь что-то исправляют, они же, ну, это же не лечение. Да, конечно. Это же не операция, это же не больница какая-то, да, это жизненная ситуация. Человек исправляет это в жизненной ситуации, и вдруг он видит, что и тело тоже как-то похорошело. Это удивляет поначалу, но со временем, если как-то вот в этой теме, ну, если слушать свое тело, если учиться быть вот таким существом целостным, да, не то, что вот действительно тело отдельно, тело это там врачи разберутся, да, а голова там психиатры, да. Ну, пока, во многих случаях пока так и происходит. Да, а я сам вообще ни при чем. Да, а я со стороны наблюдаю за этой ситуацией. Да, я со стороны наблюдаю. Это, кстати, наиболее ярко, особенно видно, когда работаешь с детьми, с маленькими, насколько мало на свете есть людей, родителей, которые понимают, что если у ребенка там какие-то проблемы, то все корни этих проблем можно отследить до родителей и, ну, соответственно, предложить им как-то решить. Очень часто есть такое отношение, привели ребенка, ну, вот у него там какие-то проблемы, там вот есть врач, там занимайтесь, а мы там пойдем пока, у нас работа, у нас там свои какие-то дела. Позанимайтесь нашим ребенком. Там, естественно, там процент реального какого-то исправления довольно маленький при этом, вот, потому что работать надо не с ребенком, а с родителями, но вот это тоже, да, то есть это должен человек сначала понять, должен осознать, что вот здесь надо что-то исправлять, тогда там что-то тоже будет исправлять. То есть все-таки вот осознание, да, это слово, которое состоит из все-таки знания, да, то есть должно быть знание того, что ты еще и понимаешь, как бы и осознаешь, и умеешь это приложить. То есть получается, что мы все-таки в этом вопросе своего психологического здоровья и физиологического, которое все это вместе связано, и вот вы являетесь представителем психосоматического направления, да, то есть где эта связь тела, то есть духовного и физического тела. Получается, что мы безграмотны просто в этом вопросе в каком-то смысле? Ну да, может быть это произошло от того, что... Или многого просто не знаем, что это будет? Наука у нас переразвилась, да, обычно, когда объясняют, ну, вот эту взаимосвязь, рисуют такую пирамиду, да, где, ну, самый нижний уровень – это вот физиология и тело, да, где-то чуть повыше – это вот какие-то наши, наши там психика и нервы, да, которые как-то работают. На самом верху это наше мышление, ну, то, что можно назвать духом, да, то есть некое такое общее состояние. И когда эту пирамиду рисуют, смысл этой пирамиды в том, что это ведь на самом деле одно. Это мы так разделяем, потому что нам так удобно. И поэтому, может быть, когда вот мы это разделяем, мы и попадаем в ситуацию, да, когда, например, есть медицина, она работает с телом, работает неплохо, современная медицина хорошо развита, да, она знает механику, она знает, там, химию, она знает физику. Ну, человек – это не только химия и физика, потому что я, кстати, по первому образованию физик, и вот на самом деле очень видно хорошо, когда ты смотришь на какие-то медицинские описания, там описывается, ну, вот болезнь происходит так, вот так, вот так, они описывают механику. Но когда ты задаешь вопрос, а почему она происходит, то ответа нет, написанная этиология неизвестна, но она происходит вот так. И, конечно, можно и на уровне механическом пытаться это как-то, ну, там, исправлять. Но тогда, да, вот тогда приходится идти и сдаваться специалисту по этой механике, там, медику, врачу, хирургу какому-нибудь, да, который будет что-то менять химически, то есть давая таблетки, там, да, или что-то капать, или что-то резать, там, да, или что-то облучать. То есть пытаться воздействовать теми же физическими и химическими методами. Иногда это помогает, иногда нет. Или помогает на какой-то период. Да, или помогает на какой-то период. И вот один из моих учителей, Жильбер Рено, он говорил, когда он, вот, первичное объяснение делает, он всегда говорит, представьте себе, вот возьмем 10 человек, у них, в принципе, один тот же диагноз, то есть одна и та же механика в теле, их начинают лечить по одним и тем же медицинским протоколам. Кто-то выздоравливает, кто-то остается таким, какой был, кто-то умирает. Да, вопрос, а в чем разница-то? Почему? У них же физически-то происходит одно и то же. Да, и в чем же разница? Да, и вот разница как раз в том, что есть другие уровни, потому что те, кто выздоравливают, ну, это люди, которые каким-то образом, может быть, осознанно, может быть, не очень. Вот эти свои ситуации, из-за которых сама физическая проблема возникла, они их как-то уладили, да, или, может быть, они просто завершились, был какой-то стресс по жизни, он себя исчерпал. А у кого-то нет, у кого-то эта ситуация продолжается, его там хоть режь, хоть не режь, ситуация продолжается, конфликт продолжается, тело под воздействием находится. И, соответственно, он не выздоравливает, он продолжает болеть, а может быть, даже ухудшается его состояние. И, ну, наша задача, естественно, привести человека к осознанию того, что его состояние, то есть это не значит, что его не надо лечить, это состояние, его надо лечить, да, в некоторых случаях это критически важно, но все-таки некая более тонкая причина находится чуть выше, она находится на уровне эмоций, она находится на уровне мышления, находится на уровне общей ситуации в жизни человека. Не зря же, кстати, говорят, да, что многие болезни – это образ жизни. Да, конечно. И, соответственно, ну, а что их лечить, если это образ жизни? Характер, да. Это характер, образ жизни. И нельзя взять просто человеку таблетку дать, да, и сказать, вот ты был там злым, со всеми ругался, а сейчас выпьешь таблетку, перестанешь ругаться, все конфликты растворятся, ну, куда они растворятся. Ну, многие этого хотят. Ну, хотят, конечно. Как называем волшебную таблетку. Хотелось бы, конечно, чтобы так было. Вы как раз являетесь специалистом, да, вот по этому целостному такому подходу к проблемам человека. Скажите, а что вас привело вот к такому восприятию человека? Вы же тоже, скажем так, человек нашей, российский, советский человек, да, где принято было делить вот все по частям, как раз здоровье отдельно, психологии, психологические проблемы отдельно. Что вас заставило прийти к этому? Ну, одну вещь я уже проговорил, что поскольку я по образованию физика, когда я на физфакт пошел учиться, я думал, что физика объясняет, как все устроено, в том числе и человек. Довольно быстро понял, что это не так, да, стал интересоваться, ну, как бы с другого края зашел, там, со стороны психологии. И в какой-то момент, ну, у меня в жизни были ситуации, когда близкие люди заболевали, и я видел, что медицинский подход, вот чисто физико-химический подход, чего-то в нем не хватает, вот что-то не достает. Вот, и был у меня эпизод, который я рассказывал, наверное, тогда на семинаре, да, что моя жена, она болела туберкулезом, она выздоровела, при этом она выздоровела без какого-то мощного медицинского воздействия. Это было такое чудо, совершенно непонятное для меня. И, ну, как-то вопрос завис в воздухе, да, почему действительно какие-то страшные диагнозы людям ставят, и кто-то от них, ну, с готовностью отправляется по ту сторону, да, в мир иной. А кто-то как-то что-то с собой такое совершает. И происходят те самые чудеса, о которых потом говорят. Да, и происходят те чудеса, хотя... Чудо произошло. Вот захотелось как-то понять, а что же это за чудеса, что там происходит, что такого чудесного делает с собой тот, кто выздоравливает, и чего не делает тот, кто не выздоравливает, кто надеется вот на физику с химией. Так что является основой этих чудес тогда? Есть так называемое направление, вот это новое направление в современной психологии? Ну да, вот как мы говорили, да, что, в принципе, оно не столько новое с точки зрения философии, сколько новое с точки зрения доказательности, да. Вот, например, один из людей, с которых это все началось, ну, по крайней мере, для меня, это доктор Хаммер. И доктор Хаммер интересен именно тем, что он попытался это ввести в доказательную область. У него своя была личная история, да, когда он заболел раком после там 55 лет практически идеального здоровья. И в его случае там, ну, был такой явный намек, у него была личная трагедия, у него погиб сын, погиб очень трагически, умер у него на руках, и он при этом, будучи очень высоко квалифицированным врачом, не смог ничего сделать. И вскоре после этого он попадает в больницу, там, с раком яичка, и он, видимо, прокручивая все эти события как-то, он заподозрил, что должна быть какая-то связь. И эта связь не то, чтобы это было прям какое-то вау-открытие, да, то есть все люди как-то интуитивно понимают, что, ну, да, если ты пережил какой-то сильный шок, то заболеть после этого можно. Но вот понять, а какой вид шока к какому заболеванию приводит, и можно ли это на физике, в том числе врачам показать, что да, мы можем показать, что вот такого рода конфликт активирует определенные области мозга, которые управляют определенными органами, и в них начинаются вот такие процессы. Это вот то, что он начал делать в свое время, начал собирать какие-то вот таблицы, какие-то доказательные соответствия, сводить в какую-то систему, да, создавать какие-то вот научные схемы, и на основании этих схем пробовать работать с этими вещами, не вот, не на уровне такой вот эзотерики, все от нервов, да, или, я не знаю, на уровне бытовой такой психологии, а на уровне, ну, такой доказательной медицины. Ну, он же смог это доказать, по-моему, на, опросив и проговорив личные истории пациентов в больницах, да? Да, у него была история, изначально, когда он, у него была такая интересная особенность, что когда-то, когда он в медицинском институте учился, он сначала хотел психиатром стать, вот, и у него, в частности, были компьютерные сканы собственного мозга, и он решил сравнить компьютерные сканы, я уж не знаю, как ему эта идея пришла, да, ну, как бы, теоретически, если мы заходим с физико-химической точки зрения, мы понимаем, да, что телом управляет мозг, возможно, в мозгу что-то такое есть, да, вот, и он сравнил сканы, которые, вот, современные, с теми, которые, вот, когда-то были сделаны, когда он студентом еще был, и обнаружил, там, в какой-то, в каком-то месте мозга обнаружено некое затемнение, вот, он подумал, возможно, здесь что-то такое есть, ну, а поскольку он был в больнице, и там была палата, и были другие пациенты с таким же диагнозом, он решил, ну, сделать эксперимент, он попросил тоже им сделать КТ, и стал сравнивать, и он обнаружил, что, да, есть некая закономерность, во-первых, закономерность заключается в том, что, ну, он, зная свой конфликт, стал опрашивать их, спрашивать, что же у них случилось, и обнаружил, что многие люди, им не нужно было там долго что-то вспоминать, они просто рассказывали историю, да, что, да, есть такой конфликт, потеря, там, близкого, любимого существа некого, да, и что у них на компьютерном скане были видны какие-то вот вещи, да, то есть что-то там было, вот, и, собственно, вот диагноз налицо, они все лежали в одном отделении, да, с похожим диагнозом, да, и он, в общем, посчитал, что это достаточно значимое открытие, на которое стоит обратить внимание, потому что, ну, таких совпадений не бывает. Ну, конечно, то есть закономерность налицо, что причиной серьезных заболеваний, да, любого заболевания является какая-то, какая-то житейская проблема все-таки. Ну, на самом деле, то, что возникает, он назвал это в честь своего вот умершего сына синдромом Дирка Хаммера, мы это называем биологический шок, у него есть определенные признаки, если совсем простыми словами описать, это некая неожиданная, внезапно возникшая ситуация с угрозой выживанию, где человек не находит решения и не находит помощи какой-то, и настолько вот у него получается на уровне психики возникает вот эта безвыходность и нерешенность, что, ну, каким-то образом это все передается телу, и тело вынуждено запускать какие-то свои там биологические программы, спасательные программы, которые мы на уровне симптоматики воспринимаем как болезни, называем болезнями, но с точки зрения вот научных схем можно видеть определенные закономерности, можно даже объяснить смысл биологический. Он довольно странный, он архаичный, но это не означает, знаете, вот любят говорить там, тело меня предало, многие так больные считают, тело меня предало там, да, вот в самый такой хороший момент, в самый неудобный для меня момент, у меня была критическая ситуация, и вдруг я еще и заболел вдобавок. Тело на самом деле вот в каком-то своем животном смысле пытается нам помогать. И это не его вина то, что хозяин этого тела эту проблему не решил тогда, когда она возникла, а передал ее куда-то, ну, не знаю, вытеснил ее в бессознательное что-то, и, ну, теперь наблюдают то, что наблюдают. Это, кстати, довольно легко сам этот механизм показать, то есть когда возникает конфликт, стресс, нерешение какое-то. Есть же два способа, да, есть первый способ, это ситуацию как-то решить, принять, прожить, да, отпустить, оставить ее в прошлом, то, о чем любят рассказывать, говорить психологи, да, и второй способ, это, ну, притвориться, что ее не существует, куда-то ее спрятать, ну, там, сбежать от нее, да, как-то, и тогда эта ситуация уходит, ну, говорят, в бессознание там куда-то, на самом деле бессознательное, вот оно, это тело. И оно уходит именно туда. И потом часто бывает, что какое-то время спустя человек обнаруживает симптомы, ему даже в голову не приходит, что какая-то связь между тем, что вот тут случилось, и вот тут, ну, как бы он общую, может быть, он тему и улавливает, что, ну, да, был стресс, но вот этой вот осознанности, этой связки, что случилось вот это, и теперь с тела у меня происходит вот это, у него нет. Вот это самая разделенность, да, о которой мы говорили. Вот это самая разделенность возникает, да, и он бежит к врачам, и бывают даже люди, которые на уровне теории, ну, смело рассуждают о психосоматике, говорят, что, ну, да, конечно, но когда они сами попадают в ситуацию болезни, почему-то со страху бегут сразу к врачам, что-то там режут, травят, жгут, да, в себе, и удивляются, почему это не помогает. Есть другая теория, что когда врачи заболевают сами, то они не торопятся делать операцию, а пытаются найти разные другие методы. Ну, это да, но с другой стороны есть еще один момент, вот я недавно со своими студентами это обсуждал, у меня много врачей, которые у меня учатся, и мне врач говорит, есть такая врачебная примета, врач заболевает по своей специальности всегда, это не специальность, и тоже получается, что, значит, получается, что у таких врачей, у них отсутствует понимание, ну, они лечат, как бы вот эту, как я уже говорил. Последствия проблемы. Последствия лечат, да, но они не понимают причин. И когда ты не понимаешь причин, и когда у тебя постепенно, потихонечку, вот это личное кладбище собирается, да, то, конечно, у тебя, ты тоже человек, и у тебя постепенно возникает, видимо, какое-то ощущение, что, ну, ведь это может произойти с каждым, в том числе и со мной, почему нет, связки-то я ведь не вижу, как оно со мной произойдет, если нет причины. Дальше получается такое, как магнит возникает внутри. Причина рано или поздно придет, и уже такая предрасположенность сформирована, некий страх. Это моя очень болезненная тема, это тема канцерофобии в нашем обществе, когда люди просто боятся рака как такового. Как я тут однажды у одной нашей знаменитости в Инстаграме прочитал, у моей мамы обнаружили слово на три буквы. То есть боятся даже произносить это слово. Да, я думаю, что мы обнаружили у мамы. Да, боятся даже слово произносить, как будто это какое-то проклятие или заклинание какое-то, это заклятие, что если я об этом буду думать, то оно может со мной произойти. Да, оно не может с тобой произойти, если у тебя нет причины. Но если долго думать и сильно бояться, то можно, да. Это вот, кстати, одна из вещей, про которую доктор Хаммер очень много писал, так называемый конфликт постановки диагноза, да, то, что есть ядрогенные заболевания, то есть человек не то, что врачи виноваты не так, больной настолько этого боится, настолько у него страх перед тем, что что-то ему там скажут, да, что этот страх сам по себе для него становится проблемой. И многие люди же со страху могут, там, я не пойду, вот сколько у нас людей, которые боятся делать анализы, да, то есть перед анализом их реально... Вдруг что-то найдут, не пойду, да, вдруг что-то найдут, не пойду, да, и тут, ну, понятно, что... И вдруг пошел все-таки, и действительно что-нибудь, и что-нибудь находит. И тут все сразу на тысячу умножается, у человека дикий страх, что с ним делать, он не знает. Самопрограммирование, да? Ну, по сути, самопрограммирование такое, да. То есть настрой на негативное будущее. Некая такая предрасположенность, да, которая вот на уровне, там, пока еще на верхнем уровне пирамиды. Понятно, что, наверное, у большинства людей, даже если они об этом будут долго и упорно думать, ничего не произойдет. Вот как, опять же, Жильгород говорит, вот вы можете сделать так, чтобы вы заболели, вот можете прям так напрячься, сделать себя больным. Но большинство людей не могут. Ну, в этом есть и позитивная сторона, что и для того, чтобы выздороветь, тоже напрягаться не надо. И тоже не надо вот так вот делать себя здоровым. Достаточно просто, ну, вот осознать какие-то причины. Скажите, пожалуйста, а почему вот все-таки, вот вы говорите, что тело, оно нам не враг, да, и как бы человек создан так, что, в принципе, вся природа, она настроена на то, чтобы человек жил себе счастливо, занимался саморазвитием и прекрасно. Почему тогда отсутствует вот эта очень важная связь между проблемой и ее пониманием? Почему мы не можем, где мы теряем это? Мы что, плохо себя знаем, мы себя не слышим, да, как говорят, что вот мы перестали себя слушать, слышать, потому что современная жизнь, она очень такая быстрая, суматошная, и нам не до себя, да, потому что не до того, чтобы сесть там и послушаться, прислушаться, а как, что я чувствую в теле, а что у меня в голове, какие у меня мысли и так далее. Почему? Если природа задумана, чтобы человек жил, чтобы сохранить ему жизнь, и даже болезни даются ему, как бы, для сохранения, собственно говоря, этой жизни. Ну так, то есть вот это тема насчет того, что природа хочет, чтобы мы были счастливы, ну это сомнительно. Природа, она настроена на выживание, да, и тело у нас не такое, которое нам нравится, а такое, которое нам нужно. Очень часто люди имеют, например, эстетические конфликты, да, вот-вот у меня там животик появился, человек думает, ну все, теперь я какой-то неправильный, потому что в журналах пишут, да, что его быть не должно быть. У него конфликт возникает, да, хотя если поехать куда-нибудь на Амазонку, посмотреть там на этих индейцев, которые живут в природном окружении, они все с животиками, никаких кубиков они себе не накачивают. То есть на самом деле, это я к тому, что понимание человека, да, и тело человеческое, они достаточно далеко расходятся. То есть представление людей, не понимающих темы психосоматики о том, какое тело должно быть и в чем его там здоровье, да, и в том, что, ну, болезней, она такая фраза, да, как бы труднопроизносимая, болезней не существует. Существуют определенные симптомы, некоторые из которых мы называем болезнями. Это значит, что вы не любите слово болезнь? Ну это природные программы просто, да, они так работают. Если бы я с телом был в контакте, то, возможно, я бы понимал. И тут, да, есть проблема в том, что в нашем сознательном уме, да, внутренние наши органы, они не представлены, то есть нет репрезентации. То есть мы не можем почувствовать желчный проток. Ну только если уже не скрутило, конечно, да. И вот, и в этом есть некая такая загадка, да, то есть та часть нашей психики, можно сказать, да, та часть нашего существа, который занимается управлением тела, оно находится в такой, да, темной области. И это требует действительно особых техник, да, это требует трансовых техник, чтобы человека погружать в состояние контакта с телом и понимать, что там в теле происходит и как. Это, наверное, отдельная большая интересная тема, то есть через что можно попробовать найти ключик, доступ к вот этим внутренним процессам. Это не так просто, это не так очевидно. Большинство людей, конечно, далекие от психологии, они этим не занимаются. То есть они живут, они ставят себе какие-то цели, они могут, например, ну какие-то вещи там говорить. Например, я знаю, некоторые люди гордятся тем, что вот я такой трудоголик, я мало сплю, я там 4 часа сплю. Олег, а мы гордимся тем, что у нас сейчас будет реклама, поэтому мы должны прерваться ненадолго. Дорогие друзья, не переключайтесь, встретимся через несколько минут. Дорогие друзья, не переключайтесь.